Сегодня завод, принадлежащий Гималайе Драг Кампани, способен производить около 10 миллионов таблеток в день. Но в 30-е годы для Мохаммада Манала это была кропотливая работа. Ему приходилось штамповать таблетки по одной, на этом станке, хранящемся теперь в музее компании Гималайя. Он рассказывал мне, как привез этот станок, и пытался сделать таблетки из порошка аровольфи из мейной. И всякий раз, как он вытягивал нижний рычаг, он расстраивался, потому что должна была получиться всего одна таблетка, но она рассыпалась прямо на глазах. Вот тогда он впервые узнал, что должно быть какое-то связующее вещество, и что необходимо упорство и терпение. Нельзя полагаться лишь на желание и ожидание. И так была сделана первая таблетка, а потом уже пришла стандартизация и прочее. Все это было гораздо позже. Другого лекарства в гипертонии, который давал бы подобный эффект, в продаже не было. Серпин оказался столь успешной, что к 1935 году под началом Манала оказалось уже 10 работников. Для Манала это был серьезный урок. Если постулаты аюрведы предлагать в форме обычных таблеток, они будут продаваться. Но для начала ему нужны были идеи, вроде той, что он получил от погонщиков в Бирме. Откуда он брал информацию? Он шел к местным жителям и спрашивал, что если вы упадете и пораните ногу, что вы будете делать? И они отвечали, мы возьмем вот этот лист и сделаем из него кашицу. А ему нужно было проверить это и подтвердить. Такими были его исследованы в то время. В течение следующих пяти лет Ямалая представила такие лекарства, как цистон против мочевых инфекций и гасикс от проблем с желудком. Теперь у компании было небольшое предприятие в Монбай. Там же располагался и главный офис. Примерно в то же время Монал понял, что доктора воспринимают аюрведу как архаичное и устаревшее учение. Ей был нужен новый образ. В 1950 году он решил на нить доктора Роушан Кэптейн. Правда, она была доктором английской литературы. Папа родился в Утар-Парадеше. В этом штате основной язык — хинди. И он всегда старался совершенствовать свои произношения, свой английский. Действительно прикладывал для этого усилия. Доктор Роушан Кэптейн была его учителем. Не учителем, как в школе, а учителем и другом. Она была тем, кто мог постоянно поправлять его. И он прислушивался к ней. Причем это касалось не только совершенствования знаний английского языка. Несмотря на то, что она не была медицинским специалистом, она собрала команду людей, каждый из которых был специалистом в своей области. Таким образом мы развивались в то время. Благодаря команде врачей и исследователей Гималайя получила научную базу и специализацию. Доктор Митра была одним из врачей Аллафатов, отобранных Роушан Кэптейн. Сегодня он возглавляет исследовательский отдел компании Гималайя. Во время учебы я не мог представить свою будущую специализацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова